МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстан ожидается сегодня в государство Катар на Ближний Восток. В этом году Касымжимар Тукаев направляется впервые. Визит запланирован на два дня, 13 и 14 февраля. Чем Катар привлекательен для казахстанцев и отечественного бизнеса, расскажет наш корреспондент в ДОХе Батагус Айджанова. Дипломатические отношения между Казахстаном и Катаром установились в июле 1993 года с подписания совместного коммунике. Первые шаги сотрудничества между странами были налажены в мае 1997 года во время официального визита тогда еще министра иностранных дел Касымжимар Тукаева. Годами позже были открыты посольства. И спустя 30 лет сотрудничества между Казахстаном и Катаром выстроились дружественные отношения, отмечают политологи. Большой потенциал в экономике. Они позиционируют себя как хаб и политический, и транспортный, и туристический. И в этом плане у нас, скажем так, видение совпадает. То есть мы тоже хотим стать хабом только уже континентальным, в Центральной Азии как минимум. В этом плане есть чему учиться. Инвестиционный потенциал Катара как страны, но неудивительно, что у нашего президента есть большое желание, скажем так, укропнять это сотрудничество. Товарооборот для наших стран незначительный, около 10 миллионов долларов. В экспорте Казахстана готовая продовольственная продукция, текстиль, оборудование, транспортные средства и товары химической промышленности. В недостаточном уровне мы достигаем в экономическом плане, потому что товарооборот между нашими странами составляет 9 миллионов долларов на сегодняшний день. И я думаю, что этот потенциал мы можем увеличить в 10-кратном, может в 100-кратном, потому что потенциал Катара в энергетической сфере очень большой. Сейчас казахстанские производители мяса и другой пищевой продукции выражают заинтересованность в экспорте товаров на рынок Катара. Но для этого нужно ускорить процессы по согласованию халал-сертификатов. Я вижу перспективы в аграрном секторе, потому что для обеспечения их продовольственной безопасности они, я думаю, готовы в больших объемах инвестировать в развитие совместных производств, в том числе и в Казахстане. Инвестиции, газопереработка, туризм, культурно-социальная сфера – это не весь список вопросов, обсуждаемых на высоком уровне. В 2018 году в Астане была построена школа-лицей, которая теперь носит имя Эмира Катара. Ее учащиеся занимают призовые места на международных олимпиадах. Последний визит, когда к нам приезжали представители из посольства государства Катар, то они спросили, какие рекомендации, какие предложения мы можем для них озвучить. Одним из предложений наших учеников выпускных классов, возможно, по какой-нибудь программе совместного опыта, отправлять учиться именно в высшее учебное заведение государства Катар. Вот это было одним из предложений с нашей стороны. Но на данный момент это пока все еще на проекте рассмотрения. Образовательные проекты, которым удалось совершить то, что является мечтой любого человека науки. Лучшие вузы мира расположены на одной территории. И площадь образовательного академгородка такая, что на ее территории три трамвайных линии расположены. Абсолютно все условия созданы для студентов и для профессорско-преподавательского состава для того, чтобы делать науку. Во время визита запланированы переговоры с эмиром Катара, шейхом Тамимом Бен Хамадом Альтани и премьер-министром Мухаммедом Бен Абдул-Рахмадом Альтани. Глава государства примет участие в инвестиционном круглом столе и проведет ряд встреч с капитанами катарского бизнеса. Сейчас в ДОХе плюс 20. Это приятная погода для данного региона, что уже располагает к комфортному визиту. Бутогос Айджанова, Едельер Микпаев, Жандос Бетабаров, 24КИЗ из Катара. Государственный визит Касымжумар Татокаева в Катар придаст дополнительный импульс развития двусторонних отношений, повысит инвестиционное сотрудничество двух стран. Такое мнение высказал политолог Эмин Джабаров. Примечательно, что катарский бизнес активно вкладывает в казахстанскую экономику. По данным Национального банка, в нашей стране объем прямых иностранных инвестиций из Катара в Казахстан составляет почти 76 миллионов долларов США. Напомню, что в ДОХе Касымжумар Татокаев проведет переговоры с Эмиром Шейхом, Тамимом Бен Хамадом Альтани и премьер-министром страны, а также примет участие в инвестиционном круглом столе, где встретится с капитанами бизнеса. Государственные визиты, продолжение этой политики, привлечение инвесторов, встреча с бизнес-партнерами, на государственном уровне, знакомить Катар с казахстанским бизнесом, привлечение их инвестиций сюда и, конечно же, вот эти гарантии по защите инвестиций, по улучшению инвест-климата. Несмотря на то, что Катар очень маленькая страна, что Катар составляет 10% от всего населения, это очень сильное государство в политическом плане на глобальной арене. И выстраивание отношений с Катаром политически также важно для Казахстана. Уже этой весной мощность опреснительного завода Бакта увеличится вдвое. Предприятие будет производить до 40 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Модернизация стратегического объекта производится согласно поручению президента. Запчасти для технического усовершенствования прибыли из Катара, Соединенных Штатов Америки, Индии и других стран. Монтажно-сборочные работы близятся к завершению. Тамара Степанова расскажет. Завод опресняет морскую воду по технологии обратного осмоса. Сейчас здесь вырабатывают 20 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. Она подается по трубопроводу в Муналинские и Каракеанские районы и промышленную зону Актау. С прошлого года для модернизации объекта сюда поставляют запасные части из-за рубежа. На модернизацию средства выделили из резерва правительства. Большую часть технологического оборудования на завод привезла компания из Катара. Генеральным подрядчиком является казахстанская компания, а субподрядчиком – Катарская. Они занимаются сбором технологического оборудования по всему миру и поставляют на наш завод. В настоящее время поступило уже 90% оборудования. До конца февраля, надеемся, поступит все остальное. Многое находится в пути, но все идет в соответствии с графиком. На предприятии уже поставили мембраны очистных сооружений, приборы и насосы, работающие под высоким давлением. Их монтаж обещают завершить весной. Стоит отметить, что в 2023 году между Мангастауской областью и Катаром наладили туристическое сообщение. В ноябре прошлого года был открыт прямой авиарейс из Актау в столицу Катара-Доху. Чартерный самолет летает раз в неделю каждую субботу из международного аэропорта Актау. Авиабилеты можно приобрести через туроператоров в рамках пакетного тура. Тамара Степанова, Ренат Дусалеев, Актау, 24КЗ. НДС повышать не будут. В правительстве Казахстана найдут другие пути пополнения доходной части бюджета. Премьер-министр на заседании Кабмина напомнил о поручении президента сохранить действующие ставки налогообложения. Лжас Бектенов также отметил, что в этом году стоит задача удержать инфляцию на уровне 6-8%. Какие вопросы еще обсуждали на заседании, расскажет Динара Абдирова. От слов к делу. Первое заседание обновленного Кабмина началось с подведения итогов социально-экономического развития страны за январь. И неспроста. Первый месяц начался с низких показателей. И конкретно в сфере инвестиций. Что, по мнению премьера, является упущением акиматов на местах. Стоит задача исправить положение и обеспечить как минимум 6-ти процентный рост экономики. Второе уже к профильному министерству. План первоочередных действий должен содержать конкретные эффективные меры. От всего правительства требуется слаженная работа во всех сферах экономики. Поэтому обращаю внимание на следующее. Рост инвестиций в основной капитал в январе составил всего 0,6%. Такой низкий показатель говорит о некачественной работе госорганов и акиматов. Нужно усилить работу инвестиционного штаба, который наделили достаточными полномочиями. Казахстанские бизнесмены могут с облегчением вздохнуть. Правительства отказались от планов повышать ставку налога на добавленную стоимость до 16%. В Кабмине будут искать другие пути пополнения доходной части бюджета. Напомню, обсуждения о повышении НДС велись с прошлого года. Отечественные предприниматели неоднократно высказывали свое недовольство. На сегодняшний день пришли к мнению, что повышение ставки не требуется. Оно может негативно отразиться на бизнесе и на обществе. Для этого не нужно никакого постановления. У нас сегодня в законе 12%. Развитие и поддержка казахстанского бизнеса – одна из основных задач Кабмина. В приоритете высокий передел и экспортный потенциал выпускаемой продукции. Денежная помощь должна быть пропорциональной, отметил глава Кабмина. Другими словами, чем сложнее и технологичнее производство, тем ниже ставка по кредиту. Обращаю ваше внимание на то, что завершившиеся в этом году моратории на проверки бизнеса не должен способствовать увеличению административной нагрузки на предпринимателей. В полной мере должна применяться автоматизированная система госконтроля, которая исключит человеческий фактор. В завершении заседания Ужас Бектенов призвал министров усилить финансовую дисциплину, забыть о непродуктивных расходах и повысить эффективность траты с госбюджета в целом. И предупредил, что каждый министр и аким региона несет персональную ответственность для достижения поставленных перед правительством целей. Динара Абдирова и Ахлбеки СМСИ, 24КИЗ. Почти 4 миллиона человек должны сдать декларацию в этом году. Это руководители, учредители юрлиц, а также представители бизнеса и их супруги. Об этом сообщил заместитель председателя комитета госдоходов Министерства финансов Канад Миятов. Более 120 тысяч казахстанцев уже отчитались о наличии зарубежных активов движимого и недвижимого имущества. К слову, антиквариат, произведения искусства и драгоценные металлы также подлежат декларированию. В Казахстанской ассоциации оценщиков пояснили, налогоплательщик должен будет представить экспертизу о подлинности и ценности предмета. Допускается оценка как отечественных, так и международных специалистов срок сдачи декларации до 15 сентября. Добавлю, в следующем году декларацию предстоит сдать всем остальным гражданам, в том числе пенсионерам, студентам и домохозяйкам. Таким образом, государство охватит больше 13 миллионов граждан. По большому счету от заказчика нужно только еще одно. Это представить этот товар для осмотра. Дальше оценщики все сделают самостоятельно. Клиенты не могут найти оценочную компанию, которая бы оценила предметы, которые их интересуют для заполнения декларации. В Казахстане существует 4 палаты оценщиков, которые осуществляют контроль за оценочной деятельностью. Но есть изделия, которые имеются в единичных экземплярах. Это мы говорим о каких-то картинах, исторических ценностей и так далее, редких книгах. В данном случае заявителю следует быть готовым к тому, что оценщик запросит экспертизу. Адресную социальную помощь теперь будут выдавать по новым правилам. Ее смогут получать лишь те, кто действительно в этом нуждается. Об этом заявила министра труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова. В частности, запустили цифровую карту семьи. Она определяет материальное положение, социальный статус, доход и уровень жизни. Именно на нее будут опираться при назначении пособия. Это должно исключить человеческий фактор и повысить контроль за их распределением. Если раньше считали только по доходам, то теперь должны иметь сведения и по расходам данной семьи. Сейчас мы ведем работу непосредственно заинтересованными государственными органами в части интеграции информационных систем для получения данных именно расходной части, если человек претендует на адресную социальную помощь. Усилят контроль над миграционными процессами. У казахстанцев теперь появится возможность легально трудоустроиться в Южной Корее. В Минтруда разработан проект, который согласовались с госорганами и направили через Министерство иностранных дел корейской стороне. Выезжающие могут изучить в нашей стране основы корейского языка и далее сдать тест по языку и трудовой квалификации. С корейской стороны будет приезжать аудитор, который будет присутствовать в центре признания в момент сдачи тестов по корейскому языку, по квалификациям. И если он проходит полностью весь этот этап, он выезжает в Корею и свободно работает и отчисляет трудовую деятельность. Экс-министру культуры Арастанбеку Мухаммеде Олэ и его супруги вынесли приговор. Срок заключения осужденного увеличили с 8 до 11 лет за покушение к даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в столичном суде. Супруга бывшего чиновника Галия Искакова обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Ей назначили лишение свободы сроком на полгода с пожизненным запретом работать на госслужбе. На скамье подсудимых находился и адвокат Мустахим Тулеев за мошенничество. За мошенничество он будет отбывать в колонии 6 лет и 8 месяцев. Напомню, 29 мая 2022 года Арастанбека Мухаммеде Олэ взяли под стражу по подозрению в хищении 146 миллионов бюджетных тенге. В августе сумма ущерба выросла до 7 миллиардов. Тогда он работал директором национального музея. Отечественные производители сжиженного газа терпят убытки. По словам специалистов, утвержденная предельная стоимость на этот вид топлива слишком занижена. Ситуация грозит банкротством почти для всех казахстанских газоперерабатывающих компаний. Как намерены решать эту проблему узнавала моя коллега Райхан Тажибаева. Ахшабулах, Нуралы, Ахсай. Попутный газ с этих нефтяных месторождений поступает в цеха местного перерабатывающего завода. Предприятие ежегодно производит до 60 тысяч тонн сжиженного газа. Но доходы, говорят производители, уже не покрывают расходы. Средняя глубина наших скважин 1700-1800 метров. Запасы нефти истощаются, объемы попутного газа уменьшаются. Содержание, ремонт и подготовка газа требуют больших расходов. Недропользователи просят повысить фиксированную цену на этот вид топлива. И сделать это надо по ряду причин. Чтобы покрыть производственные расходы, поднять рабочим зарплату, отремонтировать и расширить производство, привлечь в отрасль квалифицированных специалистов и инвестиции. Представители Минэнерго обещали рассмотреть вопрос. С этого года Министерство энергетики будет регулировать оптовые и розничные цены на сжиженный газ. Это делается для того, чтобы избежать резкого скачка цены и недовольства потребителей. Мы полностью изучим этот вопрос и рассмотрим повышение стоимости продукта. Повышение фиксированной цены, говорят недропользователи, позволит открыть в стране два газоперерабатывающих завода на месторождениях Кашаган и Харашаганак. Вместе они смогут производить больше 6 миллиардов кубометров газа в год. Райхан Тажебаева, Нуржам Музарабшин, Айтмухамед Байдулдаев, Казлардинская область, 24 Кизет. Сильные морозы привели к падежу скота. В Актюбинской области Табун лошадей замерз возле села Аксу в Мугалжарском районе. В некоторых местах высота снежного покрова превысила метр. По словам специалистов, такое происходит раз в несколько десятков лет. И сельчанам предстоит много трудностей. Саня Акуб Джасарова расскажет. На нас сюда гриза. Тут один лежит, это другой. Осталась лишь грива. Не скажу точно, но тут минимум пять голов точно погибли. Сильный гололед и глубокие сугробы осложняют жизнь скотоводам. Жертвой непогоды стали несколько голов лошадей одного из частных хозяйств. Сельчане доставляют корм прямо на пастбище. Они переживают, что запасов сена не хватит до наступления весны. И может произойти массовая гибель скота. Но специалисты утверждают, что поводов для беспокойства нет. Угрожающая для домашнего скота ситуация сложилась только в северной части области. И это единственный случай падежа. Такое природное явление наблюдается раз в 15-20 лет. Конечно, приходится нелегко. Но говорить о массовой гибели скота нет повода. В регионе достаточно корма. Запасли почти 3 миллиона тонн сена. Запасов комбикорма тоже достаточно. Однако прогнозы синоптиков пока не радуют. После дождя со снегом гололед ожидается почти по всей территории области. В управлении сельского хозяйства призвали фермеров перегнать по возможности скот ближе к населенным пунктам. Санья Кубжасарова, Мансур Есхожин, Айнадин Молдобеков, Октюбинская область, 24КИЗ. Индийская полиция усилила меры безопасности, чтобы остановить фермеров, которые идут маршем в Нью-Дели. Протестующие хотят добиться повышения цен на урожай, обещанного им в 2021 году. Тысячи аграриев разбили лагеря на основных магистралях, ведущих в столицу страны. На окраине города демонстрации вызвали массовые пробки. Отмечу, марш проходит всего за несколько месяцев до общенациональных выборов в Индии. Миллионы сельхозработников составляют влиятельный избирательный блок, поэтому правящие партии стараются удержать их на своей стороне. А в Бельгии фермеры заблокировали подъездные пути, ведущие в порт Антверпена, второй по объему грузоперевозок порт Европы. Около 600 тракторов задействованы в акции протеста. Наш СОПКОР Жанат Эрнст находится на месте событий и готова выйти с нами на связь. Жанат, здравствуйте. Расскажите, как обстановка на въезде сейчас в морской порт Антверпена? Добрый вечер, Тимур. Здравствуйте, студия. Мы находимся в одном из семи мест для въезда в морской порт Антверпена, который является вторым по величине и вторым по объему грузоперевозок в Европе. И здесь видим, что именно здесь, около городка Кало, близ морского порта, находится около 60-70 тракторов, которые блокировали движение в основном для грузовых фур, которые не могут сегодня въехать в порт. Акция протеста организована крупнейшим бельгийским профсоюзом. Здесь находятся сейчас аграрии со всего бельгийского региона Фландрия. Они добиваются встречи с правительством этого региона, чтобы передать им свои требования. По словам протестующих, с которыми мы смогли поговорить до нашего включения, они не удовлетворены результатами тех акций протеста, которые в последние две недели проходили здесь, в Бельгии и по всей Европе. Требования все те же. Это повышение цен на производимую ими сельхозпродукцию и улучшение условий труда для аграрии. Нашина, скажите, въезд и выезд из второго повеличения порта Европы, как я уже сказал, блокирован полностью? Или все уже частично могут прыгнуть? Ну, я могу сказать, что полностью въезд не блокирован. Фермеры пропускают экстренные службы и легковые автомобили, которые каким-то образом добираются сегодня сюда. Здесь сегодня довольно ветрено, поэтому фермеры в основном сидят в своих тракторах, в машинах. И акция такая проходит довольно мирная, без пожаров, без поджогов, без каких-то проявлений агрессии, как это было в прошлый раз в Брюсселе. В небе над нами даже летают вертолеты, видимо, также для обеспечения безопасности и правопорядка. Здесь работают полицейские, также, видимо, для сохранения общественного порядка. Пока обстановка спокойная. Акция протеста продлится до завтрашнего утра. Это будет почти сутки, отведенные на это именно проявление протеста аграриев. И это вся информация к данной минуте. Студия. Спасибо. Будем следить за ситуацией. На прямой связи со студией был наш собственный корреспондент в Бельгии, Жанат Эрнст. Отечественный кинематограф получит серьезную поддержку бизнес-сообщества. Группа компании Кинопарк Киноплекс Сеатарс и студия Казахфильм заключили меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Речь идет о совместном кинопроизводстве. Кроме того, в сети Кинопарк Киноплекс Сеатарс на регулярной основе будут демонстрировать картины, снятые на Казахфильме, но не вышедшие в широкий прокат. Теперь казахстанские зрители наконец смогут их оценить. Подробности в материале нашего корреспондента Григория Беденка. Партнерство крупнейшей в Центральной Азии сети киноплексов и главной киностудии нашей страны обещает быть достаточно плодотворным. Главное это, конечно же, совместное участие в новых кинопроектах. На базе Кинопарк Киноплекс Сеатарс была основана продюсерская компания Tiger Films в целях производства полнометражного кино. Теперь Казахфильм предоставит ей свои съемочные павильоны, технику, художественные материалы и костюмы. Коммерческое кино, которое первое планируем, это сказа о розовом зайце, который к съемкам приступим уже этой весной и старт будет в конце этого года. Также есть исторические проекты, достаточно серьезные проекты, требующие хорошей подготовки, к которым мы хотим приступить в конце этого года и в начале следующего года. В свою очередь, Кинопарк Киноплекс Сеатарс окажет содействием в рекламном продвижении и при прокате в собственных кинотеатрах фильмов, созданных студией Казахфильм. Зрители наши, наши казахстанцы должны увидеть фильмы. До этого всегда не было никаких возможностей, потому что снимали и откладывали. А вот подписывая меморандум, мы будем каждый раз, каждый раз показывать все наши фильмы в кинотеатрах Кинопарк. Наиболее интересным направлением сотрудничества должно стать производство совместных фильмов на историческую тему. Предполагается съемки ремейка картины «Кызжибек», а также экранизация литературных произведений «Индрик Кебек» и «Кульпаж». Между тем, Китайский Новый Год в самом разгаре. Праздник весны по приблизительным подсчетам отмечает примерно пятая часть жителей планеты. Традиционные мероприятия проходят в 200 странах и регионах. Как мир встречает Новый Год по лунному календарю в материале Жанны Хусейновой. Китайский Новый Год традиционно ассоциируется с жителями Поднебесной, хотя его встречают около 2 миллиардов человек в мире. Государственные праздники в этот день объявлены в Сингапуре, Малайзии, Северной и Южной Корее и других странах. 2024 год проходит под знаком дракона. Он символизирует удачу, силу и здоровье. Поздравляя народ Китая с этим важным событием, я выражаю уверенность, что наступающий год придаст новый импульс дружеским взаимоотношениям наших государств. В этом году в Китае празднование Нового Года впервые за несколько лет проходит без ковидных ограничений. Традиционные храмовые ярмарки вновь открылись в столице КНР после четырехлетнего отсутствия. Неизменными атрибутами мероприятия остаются изображения драконов, танцы льва и красные фонари. Здесь жители и гости города могут приобрести сувениры, изделия ручной работы и полакомиться уличной едой. Мы оба коренные жители Пекина. Посещение храмовых ярмарок для нас традиция. В этом году мы побывали в парке развлечений Шицзиншань, который не посещали уже много лет. Атмосфера праздника здесь великолепная. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошел гала-концерт, посвященный празднику весны. На мероприятии присутствовали больше трехсот гостей, в том числе постпредка НРПИОН Джан Дзюнь и председатель 78-й сессии Генассамблеи ООН Денис Фрэнсис. Они написали новогодние пожелания и поздравили народ Китая с этим событием. Отмечу, Лунный Новый Год внесен в список праздников Организации Объединенных Наций. В ООН Китайский Новый Год в значительной степени признали всемирным праздником. И я желаю всем, кто отмечает этот день, всего наилучшего – здоровья, счастья и всего того, что несет с собой Год Дракона. Одно из самых грандиозных празднований Лунного Нового Года за пределами Азии проходит в британской столице. Тысячи жителей Лондона вышли на улицы, чтобы принять участие в параде. Кроме того, на Трафальгарской площади в центре города состоялась презентация китайской культуры. По данным местных властей, в стране проживают около 400 тысяч этнических китайцев. Жанна Хусаинова, 24 КИЗ. Такие новости к этому часу. Будьте в курсе событий, как казахстанских, так и мировых. Вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова